всем доброго раннего утра дорогие мои ну вот видите нововведение в ресторанах и кафе я уже раньше выставлял вам это чеки это вот люди возмущение людей даже турецких пабликах сами турки возмущены это не только туристы таким поведением рестораторов на кафешках я имею ввиду и в ресторанах и кафе вели сейчас новую как говорится статью оплаты а это за сервис до сервис в одном из сообщение сообществе я выставлял вам как вода становится даже обыкновенного вот которую подали воду вам открыли и залили на ваш фюзер или стакан вот бокал цене это вода увеличивается цене два раза это ноу-хау можно сказать как говорится турецких рестораторов фантазия богатая вот и тот анекдот пункт который я вам рассказывал еще которые советские времена рассказывали конечно это анекдотичные такие самые но такого я не думаю что это самое бывало вот про то как наши люди поехали баку короче то по человек один и пришел говорит смотрит говорит написано плов 3 рубля да короче порция плова да есть плов с бях пяхом уже два раза дороже ну человек взял обыкновенный плов поел вкусно очень хорошо так так ну любопытство же говорят же у любопытный варвара оторвали нос вот и он говорит ну дайте говорит плов с бях пяхом он короче приносит плов короче при подаче говорит бях пях пях ну короче поел такой же горит плов как и первый а цена два раза дороже это вызывает это официант это почему говорит у вас горит плов горит тот и это одинаковый вкус а этот горит дорогой он горит но первую я вам просто так подал же ну да а второй год при подачи год я же вам сказал бях пях 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 то есть ой как хорошо вкусно супер типа да переводим вот за это говорит вот это сейчас анекдот стал реальностью понимает аппетит приходит во время еды и если наши люди раньше восторгались сервисом до основном наши люди не только море выбирали вот море апельсины все такое да вот турцию да но и выбирали за сервис за сервис это что все восхищали сервисом так вот за этот сервис придется сейчас платить я не удивлюсь если в отелях тоже за то что вам постелили за это придется наверняка я так думаю это самое за то что дверь закрыли за то что просто вам что-то подали за все мне кажется придется платить на теперь уже это официальном уровне выставили видите как чек чек выставляет это так что вот такие вот дела так что не удивляйтесь не удивляйтесь и это не в туристическом районе вот так людям вот так сделали в туристическая кода я выставлял что за воду как анталии за воду два раза увеличилась цена вот за то что открыли залив хотя это до этого входила в обязанности когда сам открывал воду пока вы ждете это наливает воду перед вами уходит чаевые чаевые это было делом добровольным добровольным делом не было обязательно вот а сейчас сделали это как типа чаевые чек обязательно видите как как обязательно это за сервис теперь вот так вот я же говорю слишком восторгаться слишком здесь я и раньше говорил что прошлые года когда я людей учил своих роликах как здесь на рынках это самое покупать эту или у нее вещь я всегда говорил что на лице уберите восторг на лице своем уберите восторг когда вы что-то берете например да просто так равнодушным лицом вот а если вы будете восторгаться у такая красота и тут же цена вырастет по вашим глазам читают понимаете что вы возьмете вам понравилось вот я даже своих подписчиков которые ко мне приезжали друзья вот по рынкам когда возил анталия всегда говорил я не восторгаться не восторгаться просто посмотрите так потихоньку мне скажите что да нравится нормально и как бы так ну и что сколько и сколько это за это ты просишь вот таким этим понимаете вот поэтому восторгаться вот восторгались сервисом получите восторгались сервисом получите и за сервис придется платить я не удивлюсь я же говорю если за за любую подачу воды подачи этого если подачу воды уже если берут начали подачи например фруктов если положили вам в пакетик тоже дополнительно это вообще маразм какой-то но маразм становится явью я же говорил вам что здесь вот так вот если вы будете восторгаться цена вырастет два-три раза два-три раза как говорится раньше говорили что если с купердяю скажешь твое это лекарство он три дня ходить по большому не будет то же самое понимаете я же говорю сам народ тоже турецкий от этого страдает сейчас они уже в своих людях тоже видят большими кошельками туристов уже уже пошло понимаете уже осознатого что они и своих граждан таких же просто не туристов богатым кошелькам уже считают как это там комментариях прямо написали вот который я вам выставлю туда уже не ногой не ногой в это заведение я вот честно вам скажу вот подавчера да я когда ездил вот это ну станция техосмотра да там пока у меня колодки меняли вот мастерской а там где-то метрах двести огромные короче количество вот это кафешек да его но я решил пока я говорю за сколько время сделаешь он год на уйдет час как показов час привезли пока это туда-сюда я гре тогда погуляю он говорит погулять я ваш телефон год возьму году я вам позвоню придет машин заберет я пешком пошел думаю перекушу чё-нибудь и не туристическое место ничего это ведет это такой район где это извините края почти можно сказать за ним то уже гор начинается вот ангары там кафешки очень много кафешек хорошие кафешки и висят вот эти донеры 220 230 которые были до недавнего времени вообще когда я-то при я приехал 5 лир они были вот вот когда уже дороговизна была началась вот где-то год год полтора и они стали 30 25 30 лир вот вот буквально два года назад было 35 сейчас 235 и вот я вам хочу сказать все были пустые никого внутри нет вот они висят вот эти донеры да вот это всякий донеры кебабы всякие висят ценами до огромными ценами да и никого нет никого нет никто не берет ничего никого там посетителя я не видел а раньше вот таких кафешках везде ломились люди здесь было принято ужинат даже обедать завтрака даже некоторые кафалты делали ходили кафалты здесь было вообще модно так они даже заказывали себе даже любом таком даже таком бы простом офисе сотрудники к заказывали себе кафалты они привозили сейчас уже нет вот даже моем доме заказывали еду привозили многое самое да постоянно заказывали да особенно по кредитным картам вот здесь прикол при кредитным картами заказывать еду я уже вставляю сейчас же я не вижу много 1 2 есть вот таких это за неделю я до сих пор помню в анталии да у меня сосед был студент хороший парень вот который родители чадо свое отправил учиться да вот сам он порядочный парень был вот другого города так вот он короче к нему приезжал он любил любитель был покушать любитель был покушать к нему вот этот доставщик еды в день приезжал наверное ну раз наверное 7 8 точно то пиццу привезет то кебаб привезет то еще что привезет каждый день каждый день и вот его мама приезжала летом он не любил убираться балконе у него была гора вот этих вот посуду вот из этих доставщиков которые заброшены она вот вытаскивала вычищала это все вот я не знаю сейчас как они будут заказывать тогда дешево было но все равно день дорогое было но но не надо не настолько при таких ценах я думаю даже миллионер же себе не сможет каждый заказывать по несколько раз я же говорю общепит уже сейчас стал здесь роскошью уже общепит для народа тоже роскошью понимаете роскошью тем более если за подачу да и за сервис уже выставляют счет это нонсенс так что любили сервис готовьтесь платить за этот сервис и не маленькие деньги а большие деньги вот такие дела всех вам благ пока